Многие из них надели военную форму. Зелёные фуражки, тельняшки надели награды. День пограничных войск дорог тем, кто защищал рубежи страны, кто сегодня несёт службу в войсках. Лобинских пограничников объединяет общественная организация. Основная задача у нас, конечно, на решение социальных проблем ветеранов-пограничников и членовых семей. Ну и, естественно, принятие активного участия в жизни города и района по воспитанию подрастающего поколения. То есть военно-патриотическая работа и подготовка ребятишек к службе в армии и в пограничных войсках. Мы ветераны пограничных войск служили в советское время, сегодня среди нас тех, которые сегодня служат уже в новой России. Но у всех или перед всеми нами стояла и стоит и будет стоять задача оберегать государственную границу России. Праздничный митинг состоялся возле памятника воинам-интернационалистам. Слова приветствия от главы района передал его первый заместитель. Вы достойные сыны наших предков, пограничников, которые стояли, выставили и приняли первый удар от немецко-фашистских захватчиков. Еще раз примите наилучшее поздравление. Спасибо вам за то, что вы решили объединиться, за то, что решили проводить такие хорошие митинги, показательные, патриотические для нашей молодежи. В торжественной обстановке молодежь города вступила в отряд юных друзей пограничников. Он создан на базе девятой школы. Новая организация будет способствовать патриотическому воспитанию и, возможно, в будущем кто-то из этих ребят станет опорой государства. Это первая линия защиты нашей Родины не только на суше, но и на воде. Уже много лет Лобинск связывает дружба с отрядом пограничных сторожевых кораблей в Новороссийске. Многие лобинцы прошли службу в этом соединении. Стало известно, что лобинская делегация посетила город-герой. Федеральная служба безопасности Российской Федерации является мощным звеном, который охраняет независимость нашей Родины. Я хочу сказать, что вы все, отслужив, проявили мужество, героизм, и многие имеют государственные награды, которые вы получили за свою службу. По окончании митинга его участники возложили венки и цветы к мемориалу и вечному огню. Велиция Океан, Игорь Исаков, телекомпания Лоба. До свидания.